Bonjour! Здравствуйте! Как называются французские времена года вы уже знаете. Если же вы не знаете или вы забыли, вы можете посмотреть отдельное видео на канале. Сегодня же я расскажу вам о месяцах во французском языке, а также объясню, как нужно правильно называть дату по-французски. Эта тема не так уж проста, какой может показаться на первый взгляд. Но мы сейчас с вами во всем разберемся, чтобы все стало понятным. Начинаем! Во французском языке, как и в других языках, всего 12 месяцев. Или же les douze mois. Le mois – это месяц по-французски, это слово мужского рода. Ну а douze – это двенадцать. Сами же месяцы имеют следующее название. Начнем мы с вами с зимних месяцев. Итак, декабрь звучит по-французски как décembre. Мы произносим это слово с носовым звуком an. Следом идет январь или janvier. Также есть носовой звук в этом слове, но уже в первом слоге. Следом идет févраль или février. Затем следует весенний месяц март или mars. В этом слове нужно произносить конечный s. Следом идет апрель или avril. А затем май или mè. Летние месяцы – это июнь или juan с носовым звуком an. Следом идет июль или juye. Ну и последний летний месяц – это август. Во французском языке это слово произносится двумя способами. Либо ou, либо out. Оба эти варианта являются верными. Вы можете себе выбрать один из них. Ну, я бы вам советовала запоминать вариант out, где мы произносим конечный t. Далее идут осенние месяцы – это сентябрь или septembre, также с носовым звуком an. Следом идет октябрь или octobre. Ну и последний месяц – ноябрь или novembre, также с носовым звуком an. Предлагаю еще раз повторить все французские месяцы. С названиями месяцев мы разобрались. А как же спросить, какое сегодня число по-французски? Этот вопрос звучит так. Что переводится как «мы есть какого числа сегодня». То есть мы употребляем глагол «быть» – «мы есть», а не «мы имеем». И, следовательно, отвечать также нужно при помощи конструкции «мы есть» или «nous sommes». Обратите внимание на такой важный момент. При указании числа, когда мы говорим о дате, перед названием даты нужно употребить определенный артикль мужского рода или же артикль «le». Например, сегодня, 6 июля, мы скажем «nous sommes le si juye». То есть мы видим, что нужно употребить определенный артикль «le» перед названием даты. Почему мы произносим «si juye», а не «si juye», вы можете посмотреть в отдельном видео на канале, посвященном французским числам. А теперь вопрос на засыпку. Какого числа во Франции начинаются все времена года? Ваши ответы пишите в комментариях, а я помечу правильный вариант лайком. Удачи! Bonne chance! Конечно же, не забудьте подписаться на канал «Понятный французский». Спасибо всем за позитивные комментарии и конструктивные предложения. Также приглашаю вас прочесть статью на моем сайте о временах года и месяцах. В ней есть много полезной дополнительной информации. Au revoir! Субтитры подогнал «Симон»